Добрый вечер на часах 19.00 в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. 13-метровый крест на входе и комната психологической разгрузки. Каким будет красноярский крематорий, решат горожане. На сайте администрации выставили проекты для голосования. Переходим на сокращенную неделю. Я хочу вас поздравить. Следующий учебный год вы учитесь по пятидневке. Красноярские школьники не будут учиться по субботам, как новшество отразится на учебном процессе. Обошлось без пожара. В Красноярске на ходу задымился автобус. Пассажиры не пострадали. А вот здоровье водители сегодня проверили медики. На что жалуются работники общественного транспорта. Итак, красноярцам представили четыре проекта крематория. Голосование за них началось сегодня на сайте городской администрации. Заявки от желающих участвовать в конкурсе принимали два месяца. Регина Баймухаметова сегодня изучала проекты и готова рассказать подробности. Регина, скажи, уже известно, где в Красноярске будет крематорий? Нет, Юля, место неизвестно. Участники могли предложить свою территорию, могли просто проект. И вот на какие участки уже точно есть планы, мы пока не знаем. Но когда конкурс объявляли, то в мэрии заявляли, что считают подходящее место рядом с Бодолыком. Давай тогда подробнее расскажем зрителям о самих проектах. Что тебе показалось самым интересным в каждом? Ну, судя по всему, автора проекта номер один довольно серьезные планы. По крайней мере, он подробнее о других всего писал. И процедуру кремации, оборудование и так далее. Ну, если говорить про архитектуру, то бросается в глаза 13-метровый крест на входе в парковую зону. Чтобы понятен был масштаб, это в 3,5 раза ниже, чем крест на Дрокинской горе. При этом в зале прощания рядом с гробом герб России и герб города. Само здание-крематория двухэтажное. И в нем есть даже такие помещения, как комната психологической разгрузки персонала и комната священнослужителя. Но это, к слову, учитывали и другие инвесторы в своих проектах. Печи такие же, как в Новосибирске и Норильске. Инвесторы гарантируют, что горожане не заметят дыма и запаха. А в день можно проводить 8 кремаций, а в год 2400. Проекты номер 2 и 3 также рассчитаны на 2400 кремаций в год. Для сравнения, сейчас на кладбищах за это же время охоронят 10-12 тысяч человек. Здание одноэтажное, печи газовые, есть система очистки. И инвесторы также гарантируют, что все будет экологично. У всех есть также колумбари. Проект номер 4, внешне самый необычный. Здание зимнего сада облицовано деревом, а основной корпус архитектурным бетоном под камень. Перед крематорием должна появиться площадка для траурных процессий. Автор этого проекта единственный указал срок реализации – 3 года. При этом в год он рассчитывает проводить уже не 2400 кремаций, а 6800. Скажи, известны имена инвесторов, кто хочет строить крематорий в Красноярске? Это, мне кажется, самый интересный вопрос. Нет, имен мы не знаем. Известно только, что это не один инвестор с несколькими проектами, а четыре разных. Но вот почему не называют имена, сегодня объяснили нам в мэрии, я предлагаю зрителям послушать. Мы намеренно не указали наименование участников конкурса для того, чтобы сохранить объективность. Очень важно, чтобы жители города выбрали именно сам проект, а не компанию, которая подала заявку на участие. Ну а пока мэрия ждет, что скажут горожане, мы сегодня попросили оценить проекты специалиста. И вот тут вышла очень интересная история. Многие знают новосибирский крематорий. Его основатель Сергей Якушин – это признанный специалист в проектировании подобных комплексов. Их он разработал 27 по всей стране. И вот он сегодня очень резко высказался о красноярских проектах. Среди недостатков назвал отсутствие просмотровых комнат. А родственники на самом деле обязательно должны видеть, что происходит с телом, чтобы не возникало, например, сплетен о том, что нечистые на руку похоронщики снимают с них одежду и так далее. А также в некоторых проектах нет коридоров для траурных процессий. А это тоже очень важная традиция. Но больше всего недостатков Якушин увидел именно во внешнем виде зданий. Отчасти он выделил первый проект, но и в нем тоже увидел некоторые недостатки. Причем из-за креста. Я предлагаю послушать, что говорит. Добавлю, что несмотря на такую оценку специалиста, слово все-таки за горожанами. Голосование продлится до 30 мая включительно. Подводить итоги будет комиссия, которая рассмотрит и другие критерии, среди которых наличие у инвестора своего участка земли, срок реализации, сумма инвестиций. Но победитель голосования дополнительно получит 10 баллов. Всего их по разным критериям можно заработать 110. Итоги должны подвести 6 июня и в течение пяти дней опубликовать. Напомню, что можете заходить на сайт ademkrsk.ru и делать свой выбор пока. Юлия, на этом все. Регина, спасибо. Будем следить за этой темой. Посмотрим, кто победит в конкурсе. Это была наш корреспондент Регина Баймухаметова о проектах Красноярского крематория. Ну а пока к другим темам. Бензин в Красноярске все-таки подорожал. Заправки сети КНП и Газпром сегодня открылись. Ценникам 40 рублей 80 копеек за литр 92-го. Почти на полтора рубля подорожал бензин на АЗС 25 часов. И сегодня самое ходовое топливо там отпускают за 41 рубль 90 копеек. Напомним, аналитики предсказывали резкий рост, но позже, в начале лета. По мнению экспертов, топливо на заправках подорожало из-за роста цен у оптовиков. И это несмотря на соглашение между нефтяниками и правительством России о стабилизации внутренних цен на бензин. Больше 40 школ Красноярска со следующего учебного года переходят на пятидневку. Для этого, как говорят в Управлении образования, придется скорректировать учебную программу. Она сократится на три часа. Как изменится расписание и радуются ли таким переменам школьники, узнавала Елизавета Мерзлякова. Я хочу вас поздравить. Следующий учебный год вы учитесь по пятидневке. Ура! Новости пятидневки в четвертом В встречают восторженными криками. За четыре года в лицее пробовали обе схемы. И, как говорят ребята, сравнивать нечего. В шестидневках хуже они сильно уставали. Будем учиться за пять дней в неделю и можно в субботу наконец-то выспаться. Мне не очень нравится ходить в субботу в школу, потому что как-то хочется выспаться после всей этой недели. Большинство родителей тоже за переход. По их словам, так у них с детьми появится больше свободного времени. При пятидневке легче спланировать отдых или выбрать для школьника дополнительные секции. С одной стороны, и дети устранят, и должны быть полноценные выходные. А с другой стороны, нужно забывать и о учителях, потому что мне кажется, что учитель тоже должен иметь не только один день для того, чтобы, скажем так, отдохнуть, но и восстановиться. Главный аргумент противников пятидневки – дети станут загруженнее в будни. В управлении образования уверяют, количество занятий по обязательным предметам не изменится. В день будет также по пять-шесть уроков. У нас треть школ работает по пятидневке, и ни одна из школ не снизила свою результативность, работая по пятидневной учебной неделе. Наоборот, пятидневная учебная неделя позволила более гибко организовать индивидуальную образовательную траекторию школьникам. Изменения в расписании коснутся только дополнительных занятий. При этом школы продолжат работать по субботам. По желанию ученики смогут посещать кружки, секции или факультативы. Сейчас все шестиклассники в этой школе посещают подготовительный курс по физике. При переходе на пятидневку учебный план сократится на три часа. Но это не значит, что этого урока не будет, и его ученики смогут посещать по желанию по субботам. В отличие от Москвы и Петербурга, где пятидневка уже норма, регионы внедряют новый график с осторожностью. Решение принимает руководство школ. Иногда систему меняют сами родители. Два года назад в Иркутске они добились перехода только с помощью соцсетей. Я хотел бы пойти своим братом в поход. Ну, я бы смог выспасать и побольше поглядеть с друзьями. А, к примеру, в Хабаровском крае наоборот. Школы по-прежнему выбирают шестидневку. В Красноярске поменять график учебы родители еще могут сейчас, обратившись в свою школу. А с первого сентября отказаться от субботы уже не получится. Елизавета Мерзлякова, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Через минуту и 50 секунд мы вернемся в студию. Красноярский край вышел на первое место в стране по площади лесных пожаров. Подробности после короткой рекламы на Седьмом канале. Это студия новостей Седьмого канала, откуда каждый будний день в 19.00 мы выходим в эфир. Что бы ни случилось, даже если, не знаю, сверху упадет автомобиль. Даже если начнется мощное землетрясение. Мы будем здесь и расскажем вам о самых интересных и важных для вас событиях с помощью самых передовых телевизионных технологий. Увидимся в 19.00. До встречи на Седьмом канале. Красноярский край вышел на первое место в стране по площади лесных пожаров. По данным авиалесоохраны, в регионе сейчас 26 очагов возгорания. От Богучанского до Шушенского района полыхает больше 3000 гектаров леса. В соседней Иркутской области горят 2500. Регион занимает второе место по количеству пожаров. По словам специалистов, основная причина возгорания все тот же пал травы. О других новостях в двух словах расскажем далее. На правом берегу сегодня утром автобус с пассажирами чуть не загорелся на ходу. Видеозапись в сеть выложили очевидцы. Они же сообщили, что это был автобус 19 маршрута. В происшествии никто не пострадал. Водитель успел высадить пассажиров и вызвать аварийные службы. В департаменте транспорта рассказали, автобус задынился из-за попавшего на двигатель масла. Сейчас его ремонтируют. С фасада бизнес-центра на взлетке ветер сорвал баннер. Огромная конструкция повисла на оставшихся креплениях прямо над парковкой. В здании работает несколько организаций, в том числе банк Уралсип, авиакомпания Азурэйр и Газпромнефть. Баннер прикрепят на место, как только погода позволит работать на объекте альпинистам. Возле леса Сибирска местные жители встретили медведя и сняли его на видео. На кадрах зверь мирно сидит на поляне и что-то ест. Очевидцы проезжали мимо медведя на машине и спугнули его громким криком, после чего хищник сбежал в лес. Французский уличный театр «Ремюминаж» снова приедет в Красноярск. На этот раз актеры театра представят мировую премьеру спектакль «Полет». Красноярский коллектив «Ремюминаж» выступит на фестивале «Театральный синдром. Детский мир». Он пройдет в сентябре. Точные даты приезда артистов пока неизвестны. Под Красноярском выпал крупный град. Он обрушился на даче в Зыково, повредил посадки на огородах и местами полностью украл землю. До города град не добрался. Днем была гроза, первая в этом году. И несколько раз шел дождь. По прогнозам синоптиков, ночью в Красноярске также пройдут осадки, похолодает до 6 градусов. В среду днем будет пасмурно, но потеплеет до плюс 16. Если у вас есть проблемы, пишите нам на вайбер или ватсап седьмого канала. Номер телефона 8-391-2900-333. Мы постараемся помочь. А пока идем дальше. Скандал вокруг казачьей слободы на Перенсона тормозит работы в историческом квартале. Восстановить собираются десятки зданий по нечетной стороне Винбаумана. Но заняться этим не могут из-за шумихи по двум домам на Перенсона. Их сравняли с землей в прошлом году. Эти здания так и не признали объектами культурного наследия. Еще в 2011-м на их месте согласовали строительство многоквартирного дома. Но общественники настаивают. Казачью слободу нужно восстановить. Оба участка, Инна Перенсона и Инна Винбаума, входят в один проект планировки исторического центра. В результате, пока мэрия не утвердит общий документ, заниматься историческим кварталом инвесторы не имеют права. Соответственно, когда инвесторам объясняют, что, ребята, вот мы сейчас заходим. Надо определенный капитал для того, чтобы зайти на это строительство. Все говорят, допустим, да. Собрался пол инвесторов. Сейчас говорят, о, нет, вы знаете, правила игры меняются, это откладывается на определенное время. Кто будет вкладывать туда деньги? Ну, наверное, все опять задумываются, да? А вот от здания бывшего кинотеатра «Родина» осталась одна стена. Строители сохранили только уникальное панно. Само здание решили сделать на тысячу квадратных метров больше. Чтобы стена не рухнула, ее укрепили подпорками и металлическими колоннами. Напомню, реконструкция кинотеатра началась спустя 20 лет. Чиновники рассказали, после ремонта в нем разместится Дом дружбы народов. Полностью здание преобразится в следующем году. Проблемы со спиной, легкими и сердцем. Какими профессиональными болезнями страдают водители автобусов? Об этом и не только расскажем через полторы минуты. Оставайтесь на седьмом канале. Красноярск был основан в 1628 году. Именно тогда дворянин Андрей Дубенский начал постройку острога для обороны от набегов местных племен на месте современного мегаполиса. Эти факты неоспоримы. Как и то, что бегущая строка седьмого канала эффективна и выгодна. Работает сразу. Размещайте на три дня и получайте два в подарок. Подробнее можно узнать на сайте trk7.ru и в пунктах приема объявлений. Водители красноярских маршруток проверили на профессиональные заболевания. Самые распространенные проблемы со спиной, а также последствия курения и алкоголя. Это не считая самых популярных среди всех красноярцев недугов, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний и онкологии. Сегодня водителям измерили артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также проверили остроту зрения. Процедуру оплатят из фонда ОМС. Это совместный проект между медиками, правительством и краевыми бизнесменами. По окончанию обследования водителям выдадут личную карту здоровья, а также составят общую картину профилактики для маршрутчиков. Есть диспансеризация, допустим, в поликлинике, ну это раз в три года. А, допустим, каждый год интересно узнать, что да как. Тебя со здоровьем на работе быстренько прошло. Не терять время по поликлиникам, очередям, все остальное. Красноярцы могут стать студентами школы-студии МХАТ. Прослушивание проводит столичный режиссер Виктор Рыжаков. Вместе с ним приехали студенты школы-студии. Для зрителей они подготовили спектакль по произведениям Виктора Астафьева. А для начинающих артистов москвичи провели мастер-класс. Денис Козлов расскажет подробнее. Кого изображает Родион с сокурсником, понять можно сразу. Курицу, причем резиновую, а не живую, начинающие актеры показываются стопроцентным сходством. Уметь играть нужно все, особенно если ты мхатовец. Мы все приходим такими сковаными, зажатыми. Ну, это такое, нужно пройти вот такой путь, где мы кривляемся, развлекаемся, шизим. Ну, то есть устраиваем для того, чтобы что-то с собой сделать, чтобы что-то про себя понять. Необычный перформанс задания режиссера школы-студии МХАТ Виктора Рыжакова. Песни, сценки, эмоции, часть мастер-класса. Тут те, кто хочет сделать сцену своей жизнью, могут увидеть, что и ждет в будущем. Главное для юных актеров – это возможность прикоснуться к сцене, а также перенять опыт. Он, по их словам, бесценный. Я сама поступаю в школу-студию МХАТ, уже прошла первый тур. И если меня попросят, например, показать животного, которых сегодня ребята показывали, то я уже буду знать, что делать. Ребята очень хорошо умеют петь. У них голос очень хорошо подставлен. То есть я думаю, что когда их принимали в школу-студию, то смотрели и на голосовые данные, на вокал. Мастер-класс – это часть социокультурного проекта «Русал» – фестиваль «Театр». Компания привезла артистов, чтобы познакомить горожан с трендами культуры и искусства. Сегодня третий курсники школы-студии МХАТ выступят со спектаклем по произведениям Астафьева «Чушь». Чтобы вжиться в роль, актеры зимой ездили на родину писателя. Две недели жили с местными жителями, слушали рассказ друзей, близких и современников прозаика. Вижу, что происходит со зрителями в зрительном зале. Как это важно говорить о нашей стране языком Виктора Петровича Астафьева. Человека честнейшего, противоречивого, как каждый человек, но пытающегося найти ответы на такие сложные вопросы, что же такое человек и как прожить в этом мире, сохранив что-то самое главное. А 23 и 24 мая выступят уже выпускники школы-студии МХАТ «Театр» и Юрий Ансамбль с постановками «Лилиом» и «По Чехову. Три сестры». В прошлом году, в позапрошлом году, после спектаклей студентов школы-студии, к нам подходили молодые ребята, потрясенные, и спрашивали, что нам нужно сделать, чтобы так же выступать. Мы хотим так же. Попробовать себя в актерском амплуа можно на прослушивании, если вам есть 17 и не больше 24. Это первый этап поступления в школу-студию МХАТ. Пройдет оно завтра в камерном зале Краевой филармонии с 10 утра. Из-за крестного хода в Красноярске перекроют движение на центральных улицах. Ограничения начнутся вечером 25 мая. Останавливаться и парковаться нельзя будет на Карла Маркса, Винбаума и Сурикова, с восточной стороны Краевой филармонии и на участке от Площади Мира до Вантового моста. 26 мая там пройдет колонна крестного хода. Полностью ограничения снимут только в 5 часов вечера воскресенья. А уже в эту пятницу для транспорта закроют левый поворот на коммунальный мост с улицы Дубровинского. В 10 вечера там начнут устанавливать разделительные бетонные блоки. Проезд закроют на 2 месяца. По мнению специалистов, именно из-за него машины постоянно скапливаются на Винбаума. Оттуда, по принципу домино, пробки появляются на всех центральных улицах. Идем дальше. Мастер спорта международного класса и чемпион СССР по пулевой стрельбе Игорь Золотарев встретился со школьниками и юными спортсменами Бородино. В угольную столицу Края он приехал по приглашению компании Суэк. Именитый спортсмен целый день общался с местной молодежью и на собственном примере рассказал, как превратить успех в привычку. Подробности в следующем материале. Машина размером с девятиэтажный дом двигается с места и огромным ковшом вгрызается в толщу угля. Увидеть работу роторного экскаватора вживую – особый эмоциональный опыт. Вот таким углем топится большинство теплостанций, котелин, да и домов от Сибири до Дальнего Востока. И мы сейчас буквально находимся на его родине, разрез Бородинский, самый большой на территории России. То, что для сотрудников компании Суэк привычная работа на чемпиона СССР по пулевой стрельбе Игоря Золотарева, производит неизгладимое впечатление. Говорит, та самоотдача, с которой люди работают на разрезе, сравнима со спортивным напором. Мы двигаемся, казалось бы, всего на 80 метров в год мы продвигаемся. Но чего стоят эти 80 метров? Какая эффективность? Мы здесь впервые, никто этого не добивался, миллиард тонн. И вообще все, что здесь делается, то есть та невероятная точность и эффективность, которую здесь добились, она производит невероятные впечатления. Это потрясающе. Однако главная цель визита известного спортсмена в Бородино – это встреча с молодыми жителями. С учениками специализированного горного класса Суэк Игорь Золотарев беседовал около двух часов о том, как достичь поставленных в жизни целей. Успех как привычка – не только девиз спортсмена по жизни, но и название его книги, которую он оставил в подарок каждому старшекласснику. Я люблю такие книги читать. И я люблю отмечать в таких книгах прям карандашом, выделять такие мысли. Мне кажется, придется исчеркать всю эту книгу. Потому что я считаю, это прям действительно как карта к успеху. Развитие лидерских качеств, патриотизма, творческого и спортивного потенциала у молодежи – важная составляющая в работе компании Суэк. Поэтому почетный гость горняков не мог не провести мотивационное занятие и для юных биатлонистов местного центра зимних видов спорта. Вдохновение от личного примера очень важно в таком возрасте. Естественно, он подтолкнул, мне кажется, вот это такая идея, что если вы решили сюда, значит, нужно это заниматься, нужно вкладываться в себя. То есть это нужно развивать и мечтать нужно только о высоких результатах. Поэтому я считаю, что они сегодня подчеркнули очень многое. На этом путешествие Игоря Золотарева не заканчивается. Сразу после Бородино он отправится на встречу с ребятами в другие города присутствия Суэк – Назарова и Шарыпово. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал. 3 июня в Красноярске отключат эфирное аналоговое телевидение. Что нужно сделать, чтобы и дальше смотреть свои любимые каналы и телепередачи, узнаете прямо сейчас. Остаться без местных каналов рискуют красноярцы, которые смотрят ТВ через домовую антенну. Поэтому, чтобы комфортно перейти на цифровое вещание, стоит подключиться к кабельному оператору. Например, телеком-оператор Домру предлагает подключить телевидение Домру Мувикс – новый способ просмотра любимых фильмов и передач. В нашей сети мы собрали самый лучший зарубежный отечественный контент. В том числе красноярцам доступны к просмотру их любимые местные телеканалы. Также клиент может управлять телевидением самостоятельно, перематывать, смотреть передачи в архиве. Фактически клиент получает собственное индивидуальное телевидение. Домру подчеркивает, что после перехода на цифры все клиенты смогут смотреть не только федеральные, но и местные телеканалы, в том числе и седьмой канал. От привычного ТВ Домру Мувикс отличает быстрый поиск контента, подобство просмотра на любом устройстве, возможность перемотки и записи эфиров. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро найти желаемое. Телепередачи удобно сгруппированы по категориям, тематическим подборкам и даже вашим предпочтениям. А благодаря дополнительным сервисам архив, перемотка, запись программ вы сами управляете телепросмотром. Узнать о телевидении будущего подробнее и оставить заявку на подключение можно по телефону 216-7-216, либо обратившись напрямую в Центр обслуживания, где специалисты ответят на все возможные вопросы и помогут подобрать оптимальный тариф. И в завершении выпуска информация о погоде. В среду 22 мая в Красноярске облачно, дождь. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, днем потеплеет до плюс 16. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2900-333. Свои фото, видео, а также текстовые сообщения присылайте на наш Вайбер и Ватсап. Номер телефона плюс 7 391 2900-333. Но еще больше интересных и актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и ищите нас в социальных сетях. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Всего вам доброго. До встречи.